Добрый день, дорогие друзья! Который звучит следующим образом. Как относиться к различным пророчествам, которые выложены в сети интернет, пророчествам, как правило, апокалиптического характера. Когда их смотришь, то впадаешь в уныние, депрессию и даже не хочется жить. Ну, дорогие мои друзья, конечно, интернет сейчас переполнен различными видеопророчествами. Роликам нет конца. Все так или иначе посвящены апокалиптической тематике. Но мы сейчас с вами, дорогие друзья, будем говорить не об тех откровенно языческих, откровенно таких суеверных предсказаниях и пророчествах. Как, например, вот несколько лет назад было, как, может быть, вы хорошо помните, тоже в декабре месяце по календарю майя назначался конец света. И немало наших соотечественников, которые, к сожалению, оторваны от спасительной ограды Святой Церкви, по-христиански не живут, Святого Писания не читают, не молятся Богу, постов не соблюдают. Он легковерный, и немало из таковых верили в это пророчество и порой даже подавили тяжелую депрессию. Или, как совсем недавно, появляются ролики о том, что некий мальчик предсказал COVID-19 и изображен какой-то пожилой дедушка с красной точкой во лбу. И тут сложно понять, то ли это дедушка, это тот мальчик, который когда-то предсказал, то ли мальчик так быстро состарился, и это уже остается за кадром. Или множество различных астрологов, экстрасенсов, магов, медиумов, Павел Глоба, Тамара Глоба и так далее. Мы сейчас будем говорить не об этом, дорогие друзья. О том, что более интересно и более важно, я бы даже сказал, принципиально важно для нас, православных христиан, для людей, которые Священное Писание читают, изучают, стараются жить по Священному Писанию. Чтобы не быть голословным, дорогие друзья, я вам процитирую из одного источника, светского источника, «Невские новости» за 22 ноября сего года. В этом интернет-издании броское название пророчества Блаженной Матроны Московской, изображение этой великой святой 20-го столетия и короткий текст. Зачитаю вам. Точных дат Матрона не называла, поэтому трактует ее видение всегда по-разному. Некоторые из предречений Блаженной Старицы, которые мир еще не застал в реальности, буквально леденят душу и заставляют сердца людей трепетать от ужаса. Многие рассказы провидицы, толкователи, относили к периоду, который наступил в 2020 году. Согласно предсказаниям Матроны Московской, в следующий год, то есть 2022, особенно сильно пострадает экономическая составляющая. Провидица 20-го века напрямую не говорила о конце света, однако речь нередко заходила о периоде, который по своей сути будет максимально приближен к аду на земле. Смотрите, какие вот леденящие душу тексты, естественно, для людей, которые и так взбудоражены, и так готовы верить всему подряд. И вот как бы такое броское название нескольких таких вот емких леденящих душу фраз, конечно, привлекает внимание читателей этого интернет-издания. И далее тоже очень важные слова. Некоторые интерпретировали слова ясновидящие о бедах человечества как последствия коронавируса. Некоторые интерпретировали. Кто эти некоторые? Кто они? Где? Какой их духовный уровень? Какой их уровень образования и культуры? Вот просто, как в журналистике это называется, ссылка на анонимный авторитет. Читаю далее. Несмотря на то, что конспирологи постоянно поговаривают о судном дне, который якобы напророчила Матрона, якобы глушитель Матрона напророчила судный день, настоятели церкви в эти теории не верят. И далее в конце этой статьи редакция вот этого спецкого издания Невской новости пишет. Редакция Невских новостей просит читателей взвешенно оценивать информацию от астрологов, предсказателей, экстрасенсов и магов и предупреждает, что это лишь одна из версий и трактовок мироустройства. Ученые скептически относятся к астрологии и эзотерике, считая их псевдонауками и уверяют, что человек сам определяет свою судьбу своими поступками, а звезды никаким образом на нее не влияют. Вот я вам сейчас зачитал, дорогие друзья, для иллюстрации, один из примеров, как на наших глазах происходит исполнение того, что можно таким простым житейским языком сказать, «Спрос рождает предложение», а предложение рождает спрос. Видя, что взбудораженные и удалившиеся от Бога современные люди очень легко верят различным предсказателям, магам, экстрасенсам, медиумам, ясновидящим и так далее, вот светское издание публикует якобы высказывания великой святой 20-го столетия, изображение ее иконы, якобы ее слова, непонятно откуда взяты, потому что никакой ссылок, нет ссылок на ее житие, совершенно официально одобренное издательскому делу, которое опубликовано. Напомню вам, дорогие друзья, что житие опубликовано согласно воспоминаниям тех, которые застали при жизни святую и блаженную Матрону, слышали, что она говорила, и те, которые сейчас продолжают молиться, почитают и получают благодатную помощь от этой великой святой. И вот смотрите, все здесь намешано в одну кучу. Некоторые интерпретировали слова ясновидящие так или иначе, конспирологи постоянно поговаривают и так далее, а последними своими словами редакция Невских новостей как бы, я прошу прощения за, может быть, резкие слова мои, да, редакция Невских новостей как бы умывает руки перед своей читательской аудиторией, говоря, что просим читателей взвешенно оценивать информацию от астрологов, предсказаний, экстрасенсов и магов. Таким образом, никоим образом невозможно их обвинить за оскорбление чувств верующих. За искажение образа великой святой 20-го столетия. За то, что в ее уста вкладываются слова, которые, может быть, она не говорила, потому что здесь ссылка, как я уже вам сказал, на анонимный авторитет. Некоторые трактовали. Кто эти некоторые на основании чего? Почему мы должны верить этим некоторым, которые так трактовали? Что хочется сказать, дорогие друзья? Это далеко не единственный пример, как, предлагая подобного рода продукцию, светские различные издания будоражат внимание общественности апокалиптическими или предапокалиптическими временами. По какому принципу создается множество роликов в интернете? Я думаю, дорогие друзья, то, что я сейчас говорю, для вас не секрет. Множество в YouTube роликов, где вы увидите изображение какого-нибудь подвижника благочестия недавнего прошлого, может быть, святого, прославленного церковью. Как только вы откроете это видео, то на фоне изображения какого-либо святого или подвижника благочестия голос за кадром, человека, которого вы не видите и не знаете, вы не видите его глаз, вы не видите его лица, читает вам выдержки из Священного Писания, чаще всего из последней книги Нового Завета, из апокалипсиса святого апостола Иоанна Богослова. Некоторые цитаты из святых отцов древности, как правило, вырваны из общего контекста. Некоторые высказывания подвижников благочестия прошлого столетия, в частности, Блаженной Матроны, как вот я только что вам привел. И все это смешано с своими предположениями, своими доводами, своими какими-то догадками, предсказаниями и так далее. Определить, что здесь правда, что ложь, очень сложно. Если можно таким вот образом представить, что это за видеопродукция. Представьте себе, дорогие друзья, если взять некоторую емкость, ну, например, котелок. И вы помните, да, есть такая поговорка, что ложка дегтя портит бочку меда. И вот если в некоторый котелок положить 50% меда и 50% дегтя, перемешать все вот это и поставить, чтобы все вот это кипело, бурлило. А потом вот эту готовую смесь гремучую предложить людям попробовать. Разумеется, всякий благоразумный человек поймет, что питаться такой гремучей ядовитой смесью невозможно. А ему скажут, ну, там же есть мед. Если провести экспертизу содержимого этого котелка, то как бы по факту мед там действительно есть. И его 50%. То есть, иными словами, если вырваны из общего контекста цитаты священного писания, высказывания святых отцов древности, которые действительно были так или иначе произнесены, и в их творениях можно найти эти цитаты. Высказывания подвижников благочестия прошлого столетия, исповедников веры 20-го столетия, известных старцев авторитетных. Когда все это берется и смешивается в одну кучу с предсказаниями той же самой Ванги, Нострадамуса, просто не пойми кого, все это смешивается в одну кучу, то тут, как невольно не вспомнить слова спятителя Николая Сербского, Велимировича, который говорил, что куча мусора не оскорбляется, если к этой куче добавить мусора или от нее убавить, только истина не терпит смешения с ложью. А здесь истина и ложь смешиваются. И вот эта продукция предлагается вниманию современных людей. И поэтому совершенно естественно, что это повергает людей в недоумение, в уныние, в депрессию, какой-то безотчетный страх, какая-то непонятная тревога, вплоть даже до совершенного нежелания жить. Как в этой ситуации быть? Как правильно ко всему этому относиться? Могу поделиться одним небольшим опытом. То, что я вам сейчас скажу, дорогие друзья, проверено на опыте и даже не один раз. Кто из вас желает, вы можете это попробовать. к автору той или иной статьи, посвященной апокалиптическим бедствиям, катастрофам, грядущим на Вселенную или уже наступившим, или к создателю какого-либо видеоролика на ту же тему, если есть возможность встретиться с ним. Желательно встретиться лично, чтобы посмотреть человеку в глаза и аккуратно его спросить. Скажи, уважаемый, ну, например, Ваня, Коля, Петя и так далее, ну, и любое имя, обращаться к человеку и сказать, уважаемый, скажи, на основании чего ты это делаешь? Вот ты здесь ссылаешься на слова какого-нибудь подвижника веры 20-го столетия, ссылаешься на авторитетного старца, например, на архимандрита Кирилла Павлова, на архимандрита Иоанна Крестьянкина, на протерея Николая Гурьянова или еще на кого-то из достаточно известных и заслуженно почитаемых православным верующим народом старцев. Изображена фотография твоего видео этого великого подвижника веры. А дальше ты говоришь слова, как якобы произнесенные этим старцем. Скажи, уважаемый, ты получил благословение у этого старца-подвижника на то, чтобы это говорить? Проверено на опыте, дорогие друзья. Сразу в ваш адрес будут звучать оскорбления. Будет буквально такая массированная словесная атака. В чем только вас не обвинят. Скажу, да, открой глаза, да, посмотри сюда, да, посмотри сюда, да, разве ты сам не видишь, да, посмотри, что происходит. Но если выдержать с Божьей помощью вот эту первую атаку, в чем только вас не оскорблят, за то, что вы задали простой вопрос. Ты, уважаемый, прикрываясь именем того или иного старца или подвижника веры, ты благословение у него получил на то, чтобы это публиковать, чтобы это снять и на него ссылаться. Если через вот эту плотную дымовую завесу оскорблений все-таки продвинуться на шаг вперед и еще раз повторить тот же вопрос. Так все-таки, получил ли ты благословение или ты действуешь по каким-то иным мотивам? Как правило, к сожалению, опыт показывают чаще всего. Человек действует по своим мотивам. То есть просто вот ему хочется что-то сделать. Но если ты хочешь кого-то предостеречь, если ты хочешь обличить зло, призвать людей к покаянию, к осмыслению, к молитве, к исправлению жизни, как преподобный Паисий Святогорец говорит, добро надо делать по-доброму. Сделай честно. Вот тебе что-то видится, тебе что-то представляется, ты хочешь призвать людей к исправлению, к покаянию. Сделай это от себя. Создай какой-нибудь ролик, чтобы было видно твое лицо, твои глаза, а не случайно сказано, что глаза — это зеркало души. Не прикрывайся авторитетом тех людей, с которыми ты лично не встречался и благословения, у которых ты не брал, и которые тебя не просили этого делать. Но раз бывает, тоже могу поделиться небольшим опытом, спрашиваешь того или иного человека, который ссылается на слова какого-нибудь известного старца. А ты был у этого старца? Был. Батюшка сам при мне мне вот такое говорил. Ну хорошо, батюшка при тебе это говорил, но благословил он тебе лично. А потом взять и написать статью на эту тему или выложить ролик. Ты по благословению поступаешь или нет? Потому что вот Священное Писание, в частности, вот пророка Исаию, Господь призывает к служению. И мы видим, как в начале книги пророка Исаии, как один из серафимов, представший перед ним, взял уголь от жертвенника, прикоснулся к его устам, и он получил благодать идти и возвещать. Пророка Иеремия, вот даже я вам зачитаю, каким образом он был призван к служению. «Было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал тебя во чреве и опознал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы и осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Пророк Иеремия говорит, «Господи Божий, я не умею говорить, ибо я еще молод, но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому я пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь, не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя», сказал Господь. Также Господь послал пророка Иону возвещать нечестивому на тот момент городу Неневии, что грядет наказание. Все пророки Ветхого Завета были призваны Богом на это служение, не самочинно на него вставали. Они свое служение совершали, они призывали людей одуматься, исправиться, отвратиться от нечестия, от этого поклонства, от творить праведный суд, то есть не обижать вдов и сирот и так далее. И пророки пострадали за свое служение. Также Господь и призывал апостолов. Помолившись, Господь избрал своих учеников двенадцать, дал им власть над злыми духами, дал им силу исцелять всякие недуги и послал их по двое проповедовать Евангелие Царствия. Господь призывает. И накануне своих страданий Господь говорит своим апостолам, не вы меня избрали, но я вас избрал. То есть это очень важный, принципиально важный момент. Ты призван Богом, ты получил благословение, тебе поручили. Ты как послушание это делаешь. Допустим, создаешь какой-то ролик с целью призвать людей к покаянию, предостеречь их от чего-то, напомнить им о чем-то. Или ты действуешь по своей инициативе? Если ты действуешь по своей инициативе, а не по благословению, то это уже второй вопрос. И это начинает видно, это становится видно, дорогие друзья, по плодам. Не случайно Господь наш Иисус Христос в Евангелии говорит, по плодам их узнаете их. Собирают ли из терновника смоквы или из репейника виноград? Всякое древо познается по плоду. По плодам познается та или иная, в том числе, так сказать, видеопродукция или печатная продукция, по плодам, которые они производят на человеческую душу. Вы можете это легко проверить, дорогие друзья. Если вы посмотрели какой-то видеоролик апокалиптического содержания с предсказаниями, что все будет плохо, завтра еще хуже, послезавтра еще хуже и так далее. В этом видеоролике вы видите изображены иконы или фотографии известных подвижников благочестия. В этом видеоролике вы слышите цитаты из Священного Писания, чаще всего из апокалиптиса апостола Иоанна Богослова, высказывания святых отцов, смешанные с высказыванием, интерпретациям, догадками каких-то людей и такой вот подавляющий душу, угнетающий голос за кадром. Если после просмотра этого... Проверьте себя, дорогие друзья, это самый точный индикатор. Станьте на молитву. Сможете ли вы молиться после этого? Если молиться вы не сможете, если в вашем сердце безотчетная тоска, тревога, страх, желание куда-то бежать, туда бежать или сюда бежать, или сюда, если порой, вот, например, у семейных людей, если вы видите, что вас буквально после просмотра какого-то ролика все самые близкие раздражают, родные дети или, допустим, пожилые родители, просто члены семьи раздражают, что вы готовы, ну, говоря простым языком, просто всех растерзать. Даже простой голос ребенка выводит вас из себя после просмотра видеоролика с цитатами Священного Писания и высказывания подвижников благочестия. Почему в вашей душе такой плод? Этот плод о чем говорит? По плодам их узнаете их. Если вы молиться не можете, если, как очень мудро говорил преподобный Паисий Святогорец, великий подвижник 20-го столетия, если вместо благой обеспокоенности, растворенной надеждой на Бога, у вас безотчетная тоска, страх, уныние и отчаяние, еще раз повторю, вместо благой обеспокоенности бывает благая обеспокоенность, которая понуждает человека к молитве, к покаянию, к исправлению жизни. И вот если вместо нее безотчетная тоска, страх и отчаяние, тревога, раздражение на всех, значит, как преподобный Паисий в свойственной манере говорит, здесь накрутил хвостом там галашка, то есть злой дух. Зачитаю вам, дорогие друзья, что говорил авторитетный старец 20-го столетия протеорей Николай Гурьянов. Вот цитата из его воспоминаний. «Зачем устрашать людей этой бездной зла и все время говорить о зле? Нагнетание тревоги и страха ни к чему хорошему не приводит. Люди не выдержат этого давления. Тревога уже перешла в неизлечимый страх. Людьми овладел ужас. Они уже стали рабами слухов, паники, страха и ужасов. Так человек теряет свободу. Не надо мудрить от себя, говорит отец Николай. И толковать ничего не нужно. Надо верить Господу, что без Его святой воли ничего не бывает. Господь всегда нам все открывает, что грядет и что будет. Только надо веровать и молиться. Ведь мы же не молимся. Евангелие должно стать основой всей нашей жизни. Печать человека будет приниматься явно и добровольно. Сохрани Бог вас. Отрекаться тогда будут сознательно. Все будут знать, что это знак сатанинский. Только не надо ничего бояться. Надо будет идти на крест, а потом в Царство Небесное со Христом. Господь сотворит много милости для людей, только надо веру истинную хранить. Надо свято хранить Евангелие, особенно в сердце. Вот я вам сейчас прочитал, дорогие друзья, выдержку из наставлений проторея Николая Гурьянова. Посмотрите, как она пропитана благой надеждой на Бога. Когда ее читаешь, сколько бы раз ты ее не читал, у тебя в душе не появляется безотчетного страха, какой-то тревоги, раздражения. Тебе не хочется куда-то бежать, сам не знаешь куда. А к слову говоря, куда бы ты не побежал, в какую сторону ты понесешь туда свои страсти. То есть источник своих проблем ты понесешь, куда бы ты не побежал. И что толку перемещаться с места на место тому, кто не готов, не осознает и даже не желает себя менять. А может быть, даже и желает, но еще у него нет сил себя изменить. Кто на Бога не уповает. Для кого Евангелие, вот как здесь сказал проторей Николай Гурьянов, не стало, не хранится свято в сердце. Какой толк от перемены места для человека, который себя не меняет? И вспомните, дорогие друзья, еще раз подвращу ваше внимание к Священному Писанию, что своим ученикам накануне страданий Господь наш Иисус Христос. Вот в Евангелии от Иоанна 15 главе Господь говорит им, «Сияясь заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Не вы меня избрали, но я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое. Он дал вам. Сияя заповедую вам, да любите друг друга». Вот я сейчас вам зачитал из прощайной беседы Спасителя с учениками. Смотрите, какие здесь есть каждое слово важное. Важные слова. Господь говорит, «Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца». И вот ученики, которым Господь сказал все, что он слышал от Отца. Уже после Его славного воскресения вместе со Спасителем восходят на Елеонскую гору, и они говорят, они задают вопрос, и вопрос не праздный, дорогие друзья, очень даже не праздный, не из пустого любопытства. Говорят, «Рави, не все ли время ты восстанавливаешь Царство Израилево?» И Господь им отвечает, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил во власти своей». Тот же самый Господь, который путь истинной жизни, который здесь сказал, «Я сказал вам все, что слышал от Отца». А здесь Он им отвечает на, в общем-то, непраздный вопрос, когда, когда все будет исполняться? Не в это ли время ты восстанавливаешь Царство Израилево? Он говорит, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил во власти своей». Есть пределы наших знаний. Господь знает сам, что будет и когда будет, и почему будет. Поэтому такого рода продукция, вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, отвечая на вопросы, пришедшие на библейский портал «Экзегет», я даю себе отчет, дорогие мои друзья. Конечно, мои размышления и то, о чем мы сегодня говорили, может понравиться не всем, и совершенно понятно. Но мы сейчас с вами ссылались на Священное Писание, на высказывания Святых Отцов Церкви, которые как раз и призывают быть осторожными. Много христов и лжепророков придет, об этом Спаситель сам сказал. Просто призываю вас, дорогие друзья, будьте осторожны. Всевозможная видеопродукция апокалиптического содержания, даже если там есть цитаты из Священного Писания, ссылки на Святых Отцов Церкви, посмотрите по плодам, если после просмотра или прочтения в вашей душе появляется вместо благой обеспокоенности, растворенной надеждой на Бога, вместо желания менять себя, каяться и молиться, читать Евангелие, если вместо этого возникает безотчетный страх, тревога, уныние, отчаяние, раздражение на всех, значит, по плодам можно видеть. Эта видеопродукция не от Духа Святого. Просто будьте осторожны. Помните, за вас в вашу жизнь никто не проживет. Просто будьте осторожны, дорогие друзья. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok